приветствую зрителей в этом видео сделаем обзор некоторых фонариков их энергопотребления и в целом вообще что они себе представляют так самым первым наверное следует взять вот такой фонарик это наш отечественный производитель фаза называется внутри его полночанию должна находиться вот такая вот банка в которой заправляются три мизинчиковых батарейки то есть вставляться все нужно делать сюда и от него он светит в нескольких режимах первый режим 3 диода второй режим еще 6 в сумме 9 и последний режим все диоды то есть это будет у нас 15 диодов еще один режим такой моргающий вот так первое что не устраивает в этих фонарях то что вот эти мизинчиковые батарейки они очень быстро садятся емкость небольшая вторую них саморазряд высокий то есть зарядила через два дня уже потеряла емкость процентов 30 и еще их неудобно заряжать то есть там уже специально дорогой зарядное устройство с отсечками и короче не очень удобно эти штуки удобно такой фонарь переделать под аккумулятор 18650 для этого просто изнутри там все вынимается сюда на термоклей клеить пластинка провод там тоже самое все то есть 18650 аккумулятор который емкостью 2000 быстро заряжается удобно заряжать зарядки недорогие качественные все удобно использовать вот вот такой фонарик есть тоже в итоге так ну про него наверное ладно сейчас наверно с этим сначала продолжим в общем вот фонарик после переделки под аккумулятор 18650 единственный нельзя перепутать плюс и минус аккумуляторы если вы перепутаете у вас микросхема внутренний который переключает эти режим она сгорит у меня вот уже есть 1 фонарик у которого это микросхема сгорела я его немножко переделал о нем позже так конкретно так ладно в общем вот такой фонарик есть еще вот такой фонарик фирма называется supermax его особенность что у него высокомощный светодиод 3 ватта то есть там один диод не 15 таких обычно как здесь один также у него в комплекте идет провод внутри были эти аккумуляторы 3 штучки тоже мизинчиковый тоже такая же штука но светил он от них недолго я от его также переделал под 18650 теперь он светит нормально у него один режим всем включить выключить то есть никаких других режимов нет так есть еще такой фонарик ультер файр над подделка тоже он от аккумулятора 800 18650 он уже сразу под него сделал ничего переделывать не надо но есть такие же от пальчикового батарейка но удобно опять же 18650 чтобы заряжать можно у него несколько режимов один самый мощный потом есть второй режим менее мощный и третий режим стробаскоп также у него регулируемый фокус то есть можно сделать в точку можно увеличивать так последний аккумулятор обычный фонарик обычный фонарик космос по моему называется водонепроницаемый на обычных батарейках или аккумуляторах типа 2 у него только один режим просто включить и выключить светит он конечно хуже чем все эти аккумуляторы остальные фонарики так о чем сразу еще хотелось бы сказать вот еще так было на это потом похоже или наверно сразу все таки вот фонарик которую у которого у меня сгорел микросхема и я то есть перестали переключаться режимы перепутал полярность аккумулятора и перестали эти через раз стал включаться короче пришлось его переделать каким образом был переделка микросхема была выпаяна там дорожки соединены напрямую и здесь вот у этой пластинке вот так загнут контакт и здесь вывезено вот должно быть видно то есть вот здесь как бы сделано полукругом и вот так вот она поворачивается если повернуть до конца контакт есть немножко открутить он выключается светил он очень ярко два раза ярче пусть такое будет но просветил недолго где-то через три часа он сгорел диоды некоторые сгорели поэтому если так будете делать нужно ставить обязательно резистор чтобы только ограничивать суть это видео вообще в чем хотелось бы замерить ток который потребляют эти фонарики при свечении то есть чтобы оценить какие из них более экономичны какие менее для этого можно использовать обычный мультиметр то есть как я вообще делал просто берем фонарик включаем его и замеряем соединив контакт сколько он у нас потребляет энергии вот смотрим пока видим показания 0 0 8 0 0 9 более точный режим 100 105 миллиампер вот так смысл такой что ты таким образом я замерил все свои фонари фонари и что получилось у нас табличка такая небольшая вот у нас получилась табличка и так фонарик значит вот эта фаза у него три режима первый самый плохой при свете только три диода 0 1 ампер потребляет второй режим подключается еще шесть диодов свет энергопотребление 0 18 ампер максимальный режим 0 25 стробоскоп 0 0 25 стробоскоп я не замерял вот там скорее всего будет в два раза меньше скорее всего 0 0 где-то между половиной это так далее этот фонарик потребляет 0 1 ампер фонарик ультрафаер потребляет минимальный режим 0 15 максимальный 0 66 ампер стробоскоп 0 33 ампер так и вот этот космос 0 0 8 ампер потребляет так а теперь будем оценивать их яркость здесь фотоаппарат возьмет плохо но я скажу так своими словами вот этот фонарик вот светит хуже всего при этом потребляет хотя у меня там правда всего лишь две батарейки но потребляет там 0 0 8 ампер светит хуже всего фонарь фаза на минимальном режиме он светит лучше чем вот эта патни Peach Можно попробовать оценить В принципе, должно быть видно Что здесь пятно лучше Светит лучше, чем этот Потребляет Схожие цифры 0,1 ампер Вот этот фонарик Потребляет схожие с фонарем фазы Светит же намного лучше Вот видно, да? Можете сами оценить Где ярче Здесь у нас намного ярче Хотя потребление такое же Так Теперь вот этот вот фонарик Так, вот у него Второй режим и вот у нас Так, попробуем одинаковые пятнышки сделать Ну, в принципе Вот этот вот получше светит Чуть-чуть При этом он потребляет сейчас 0,15 ампер Здесь потребляет 0,1 ампер То есть, как бы можно Сравнить Так, выводы какие После всего этого Выводы следующие Вот этот фонарик За свои цены Наверное, самый лучший получается После доработки Стоит он дешево Я не помню точную цену Где-то 150 рублей, наверное Или 130 Я его покупал на заказ Там в одном магазине Где дешевые цены С зарядником Вместе с тремя аккумуляторами Пальчиками Вот Напомню Здесь у нас написано Что высокомощный диод 3 ватта То есть, такой вот Новый диод Этот фонарик Стоил 100 рублей Без всего Здесь три диода Таких же, вроде как Должно быть мощных Светит плохо Сладенько Но зато водонепроницаемый Этот водозащитный Но в воде он Все равно, скорее всего, зальет Но в дождь им пользоваться можно Так, фонарик в фазу Блять Так Этот фонарик у нас По цене качество, наверное Будет Ну, не самым плохим Но плохим Почему? Потому что Если посмотреть его режим То видно, что Вот здесь вот три диода 0,1 А Подключаются еще 6 По идее Должно быть 0,3 А А у нас 0,18 То есть, 6 диодов потребляет у нас Где-то 80 мА Ну, 75, наверное И если еще подключается 6 То есть, еще 0,75 75 мА Все правильно Сумма получается 0,25 А То есть, здесь вот цифра Три диода Должны потреблять сколько? Где-то 0,4 0,04 А 40 мА То есть, вот это остатки 0,06 А 60 мА Потребляет просто тупо микросхема Она сжирает эту энергию Впустую То есть, микросхема В этом фонарике Стоит плохого качества И нужно После Не знаю Но он не очень экономичный получается То есть, на максимальном режиме Вот 0,25 потребляет Светит он Как здесь Фактически На стандартном режиме 0,1 А Ну, поярче, конечно Здесь чуть-чуть Но в целом Сопоставимо Потребляет 0,25 Напомню То есть, как можно его тюнинговать Если его Если он есть в наличии Вот он Допустим, есть Во-первых Аккумулятор 18650 Переделка под него Во-вторых Вынимаем микросхему Подключаем диоды напрямую Все Через резистор Тогда ток будет 0,20 Ну, подобрать, чтобы ток был 0,20 или даже Поменьше И в целом Он будет приблизительно Уже приближаться К этому значению 0,1 А Может быть 0,15 Более-менее Будет экономичный Чтобы не сжиралась Батарейка очень быстро Вот этот фонарик Использовать лучше На Вот видно, да? Два режима Вот Минимальный И вот максимальный Разница какая? Ну, где-то Наверное Два Максимум в три раза Хватает И минимального Чаще всего Он нормально освещает На таком режиме При этом потребление 0,15 А А в максимальном 0,66 То есть В четыре Больше, чем в четыре раза То есть Если вот на таком режиме Батарейки хватит Допустим На час Всего лишь Вот в таком На час Всего лишь А вот в таком На четыре часа Хватит И лучше использовать Всегда такой вариант У этого фонарик А более яркий А более яркий Ну, в экстренных Каких-то случаях Когда нужно Прямо ярко Светить Большую территорию Там И что-то такое Ну, в целом Все Этот фонарик Вот вообще Я не знаю На самом деле Я бы не рекомендовал Покупать Только из-за Водонепроницаемости Может быть Под водой Где-то Что-то светить Чуть-чуть Стоит он дешево А так В целом Конечно Не особо Качественно Вот такие вот Дела В целом Вроде бы Все рассказал Да, все В общем, все Всем удачи Спасибо за просмотр